УКТИШБАЕВ УКТИШБАЕВ в свою очередь считает, что с помощью Джекселыковой власти намерены дискредитировать деятельность неугодной организации, которая своими сплоченными действиями мешает банкирам и чиновникам творить, что им вздумается. Есимов, выходи! Есимов, выходи! Вот так активисты «Обеспечьте народ жильем» вызывали на разговор Акима города Алматы Ахмеджана Есимова, чтобы лично вручить петицию городоначальнику. Суть просьбы активистов к Есимову в том, чтобы тот помог вернуть неплатежеспособным заемщикам жилье, которое по решению суда перешло в собственность АТФ банка. По мнению собравшихся одним из основных акционеров финансового учреждения является близкий родственник Есимова. Сегодня мы пришли вручить петицию именно Акиму с такими требованиями, чтобы он вмешался как близкий родственник этого акционера, этого банка, Алмжана Есенова, и приостановил этот произвол, этот беспредел. Законы нашей страны не позволяют забирать жилье. На пути у собравшихся встала полиция. Встреча с Есимовым совершенно неожиданно оказалась невозможной. Чиновники такого уровня в Казахстане до простого народа не снисходят. Вместо бастыка держать ответ вышел его подчиненный, сотрудник управления внутренней политики. Был вежлив и почтителен, лишних обещаний не давал, лишь сказал, что передаст петицию шефу. Слубики Джексалыкова так и вовсе обращалась к чиновнику по имени-отчеству. Вот что дает? Я хожу полгода, у меня по улице. У вас ведь требования передать Акиму, я передам, покажу, я посоветуюсь. С вами будем работать, поэтому не оставим в стороне. Вот мои обещания, мы их выполним. Хорошо, ладно, спасибо, Ербулат Кудрянович. Такое понебратство отдельных подписавших петицию не устроило. Многих должников реально выселяют на улицу. Люди находятся в отчаянном положении. Я на улице из-за вас, из-за ваших дармоедов, и больше никто. Дармоеды, не надиделит вас уже весь народ. Скоро восстанут против вас, будет Майдан. Идиоты вы. Правда, если в Казахстане и случится свой собственный Майдан, то, вероятно, не под руководством общественного объединения обеспечим народ жильем, которому в рядах гражданских активистов растет недоверие. Сегодня квартиры отнимают у тысяч жителей Казахстана. В одночасье казахстанцы становятся бомжами. Равнодушной правящей верхушке во главе с президентом Назарбаевым нет никакого дела до обескровленных людей. Миллиарды тенге, на которые во время кризиса спасали банки, в казну уже не вернутся. А списывать долги проблемным должникам кредиторы не хотят. Субтитры создавал DimaTorzok